О чем важно знать в наше время, расскажем далее. На канале Freedom обзор главных событий дня. Сегодня в выпуске. Париж собирается увеличить объем помощи Киеву и по-прежнему не исключает отправку французской армии в Украину. До самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. От боеприпасов до дронов. Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Как поддержка Берлина влияет на ситуацию на фронте? Это очень серьезный пакет военно-технической помощи. В России дефицит бензина. Как атаки беспилотников парализовали нефтеперерабатывающую отрасль и чем это грозит госбюджету РФ? 20 лет со дня самого масштабного расширения НАТО. Как усиливался восточный фланг Альянса и кто следующий присоединится к блоку? Сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы едины в нашей поддержке Украины. Здравствуйте. Далее обо всем подробно. Сначала о ситуации на передовой. По данным Генерального штаба ВСУ, самое сложное положение по-прежнему на Новопавловском направлении. Несмотря на огромные потери армии РФ, оккупанты продолжают там свои атаки. В районе Авдеевки они попытались применить наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом. Но украинские защитники уничтожили эту технику. Подробности далее в сюжете. Украинские пограничники подняли флаги над тремя селами в Харьковской области, которая находится на границе с Россией. Шабельная, Песчаная и Дегтярная сильно пострадали из-за постоянных российских обстрелов. Пограничники бригады гвардии наступления напомнили россиянам, что контролируют территорию и оккупантам тут не место. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Новопавловском направлении, где украинские войска отбили 30 атак, а также на Авдеевском. Там российские оккупанты 16 раз пытались прорвать оборону. На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 штурма, на Ореховском – 5. На Купенском направлении россияне штурмовых действий не вели. Российские оккупанты пытаются усилить атаки на Лиманском направлении. Там за сутки было зафиксировано 5 атак россиян. Это были пехотные штурмы и применение бронетехники. Но украинские военные стойко держат оборону, а на некоторых участках даже перешли в контрнаступление. Российские военные сейчас сконцентрировались на селе Терны. Пытаются его захватить, чтобы выйти на высоты и потом продвигаться на Лиман и дальше. В большинстве случаев армия Российской Федерации применяет тактику мясных штурмов малыми пехотными группами. Они пытаются пройти хотя бы метр, запрыгнуть в какую-то нору. Часто закапываются просто среди трупов их же собратьев. Но иногда могут накопить и ударное ядро бронетехники. Например, несколько дней назад 10 единиц техники в 3 часа ночи пытались прорвать нашу линию обороны. Из них 6 танков были сожжены. Станислав Краснов, командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в эфире марафона «Еды не новыны». В последнее время работы много, по сравнению с тем, что было раньше, работы хватает. Ведь враг начал лезть больше, больше наступлений, штурмов. Но ничего, справляемся. Цели разные бывают, как пехота, так и бронетехника. Что засечем, потому и работаем. Украинские военные также отмечают, что на Авдеевском направлении россияне попытались использовать наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом. Такую технику российская армия бросает в бой крайне редко. Украинские защитники засекли и уничтожили несколько платформ с помощью FPV-дронов. Вместе с тем, на Херсонском направлении интенсивность штурмов россиян снизилась. За прошедшие сутки россияне провели там всего одну безуспешную атаку. Как отмечают эксперты, причиной тому не только ухудшение погоды. Сами оккупанты в этих штурмовых группах слишком демотивированы и деморализованы для того, чтобы проводить мощные штурмы, достаточно эффективные и часто. На направлении Херсонском, там, где в районе Крынок, враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших с Плацдарма, тут очень сложная ситуация у них с формированием штурмовых подразделений. Они уже вынуждены подтягивать ресурсы из более глубоких тылов за третьей линии обороны, которые, ну, не должны по их расчетам быть в курсе того, какая ситуация на самом деле с Крынками. Поскольку оттуда не возвращается 60-70% личного состава штурмовых групп. Но, тем не менее, как отмечают эксперты, контрбатарейная борьба между правым и левым берегом постоянно продолжается. Если мы говорим об артиллерийских обстрелах, враг пытается проводить по несколько штурмовых действий на левом берегу, там, где есть наши Плацдармы. Плацдармы стоят, Плацдармы удерживаются нашими подразделениями. Подразделениями, собственно, продвижения врага в этом плане нет. Небольшими штурмовыми группами пытается враг атаковать. Технику используют минимально, потому что техника уничтожается силами наших ЭКПВ-дронов. Враг это знает прекрасно. Еще раз скажу, враг несет потери на левом берегу и отступает. Как сообщает генеральный штаб ВСУ, силы обороны Украины только за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 441 тысячу военных. За минувшие сутки также было уничтожено 29 танков россиян, 20 боевых бронемашин, 15 артиллерийских систем и одно средство ПВО. Российская армия атаковала Запорожский регион. В результате артиллерийского обстрела села Долинка пострадал ребенок, сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что 12-летний мальчик получил контузию. Всю эту ночь и утро российские войска обстреливали и Донецкую область. В Красногоровке погибли двое пенсионеров. Еще один человек получил ранение. Под ударом оккупантов находились также Украинск и Селидово. Последняя армия РФ атаковала ракетами. На месте обстрелов побывала наша съемочная группа. Двумя ракетами С-300 российские войска минувшей ночью атаковали частный сектор в городе Селидово Донецкой области. Пройдясь по этой улице сложно увидеть хоть один уцелевший дом. Это уже не первый обстрел этого района города за последние несколько месяцев. Какой военный объект войска Российской Федерации пытаются найти в этом районе, остается загадкой. Да что тут же говорить. Уже все и страх прошел, и все на свете. А что от нас зависит это? Я только не пойму, зачем бить, по ком бить. Они сейчас на улице полуулицы нету. Ни одного ни военного нету, ни слепого, ни кривого. Хоть бы был для показа один. Это мы фронт слышим же, да? Ну да. Ну здесь я буквально 15 километров. Пролетает. Ну конечно. Смех с мехом. Люди живут. В этом районе тихо, и местных на улице фактически не встретишь. Многие просто уезжали и бросали свои разбитые дома, даже не забивая окон. Но есть здесь и те, кто планировал на днях эвакуироваться и просто не успел. Когда-то собрались, думаем, ну все. Думаю, пропадем, все пропадем, это халупа, это, поедем, жизнь-то дороже. Вот тут спали, да? Я вот там, ага, я всегда говорю, Боба, голову к стенке. Я уже 4 месяца где-то помылась, я где-то сплю, помылась, я где-то сплю. Надоело это все? Да все надоело, вот что тебе, все. Возродение было? Да. У нее сына убило. Вот, и сына убило. Я не почувствовал даже, и насквозь все пробило. Рука, и тут, и ноздрю тут тоже пробило. Сына, мозги повылетали. Так активно обстреливать город российские войска начали лишь в последний месяц. В городе можно слышать, как гремит приближающийся фронт. Массированные атаки России по украинской энергетике стимулируют Евросоюз усилить поддержку Киева. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, решимость ЕС защищать Украину только увеличивается. Через два года после освобождения Буча Россия повторяет массированные атаки на мирное население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа. Решимость ЕС защитить Украину будет только усиливаться. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в соцсети ИКС. Франция будет помогать Украине противостоять военной агрессии России всеми возможными способами. Об этом заявила председатель национального собрания страны Яэль Брун-ТВ во время визита в Одессу. Она посетила морской порт, который неоднократно атаковали российские ракеты и дроны, а также пообщалась с журналистами. Конечно, мы понимаем те потребности, которые сегодня есть в Украине, которые актуальны в плане противоракетной и противовоздушной защиты. Мы понимаем, того, что мы даем прямо сейчас, недостаточно, и мы настроены делать все возможное, чтобы объемы помощи увеличивались. Вы были и вы остаетесь лидерами очень многих коалиций, потому что первое оружие стандарта НАТО мы получили от Франции. Первые важные коалиции начались из Франции. И именно Франция делает все возможное, чтобы Украина победила в этой войне. Вместе с вами мы строим катера и корвиты. Вместе с вами мы запускаем коалицию артиллерии. Вместе с вами мы инициируем решение по заморозке российских активов. Также во время визита в Одессу глава национального собрания Франции сообщила, что Париж по-прежнему не исключает возможности отправить французские войска в Украину. В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны. До самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента. Эта позиция достаточно понятна. Канцлер Германии накануне Пасхи обратился к немцам с призывом поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Олаф Шольц подчеркнул, это важно и для безопасности самой Германии. В течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе. Границы нельзя перемещать силой, никогда снова. А Россия Путина нарушила этот принцип, но в наших руках сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину решительно и взвешенно, инвестируя больше в нашу собственную безопасность. Тем более нас объединяет убеждение, что закон должен побеждать над насилием. Это необходимое условие мира. Это очень серьезный пакет военно-технической помощи. Который, ну давайте говорить, можно с уверенностью заявлять о том, что он сформирован на основе реальных потребностей сил обороны Украины. Один из главных результатов этой поставки – Украина сможет существенно улучшить свою противовоздушную оборону. В списке значатся ракеты к комплексам «Айрис-Т» и «Патриот», способные бороться с российской баллистикой. Также будут и дополнительные пусковые установки. Средства противовоздушной обороны, даже два «Патриот» батареи «Патриот», ожидается ракеты к этим средствам зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями. Очень важно для нас. Там есть гепарды, которые себя зарекомендовали очень хорошо по низколетящим целям, к которым относятся и самолеты на малой высоте, штурмовики, в первую очередь и крылатые ракеты, беспилотные аппараты, пораживающие боеприпасы в народе «Шахеды». Также ожидается поставка еще одного комплекса «Скайнекс». Его осколочные боеприпасы и радар, фиксирующие несколько целей одновременно, не дают шансов не просто пролету беспилотника, а практически гарантированно уничтожают целую группу. То, что в украинских пабликах часто называют «табун мопедов». Особенно это актуально в моменте противодействия ракетным и комбинированным атакам российской стороны. Речь идет об одновременном использовании беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Отдельное внимание уделили и фронтовой технике, и оружию. Самоходные арт-установки, более сотни гусеничных вездеходов, полсотни БТР М-113, столько же танков «Леопард» в двух модификациях, 90 единиц БМП «Мардер». Это лишь часть того, что вскоре окажется в распоряжении ВСУ. Учли в Германии и наши трудности в вопросе артиллерии. К отправке готовятся более полусотни новеньких самоходных гаубиц, полдесятка систем залпового огня и, главное, 68 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Принципиальный и приоритетный вопрос — боеприпасы. То есть это при увеличении количества для нашей стороны задачи выйти на паритеты. Значит, ситуация, конечно, будет значительно тогда меняться, поскольку тут вопрос уже, эти средства есть у нас, и вопрос в том, чтобы поставлять соответствующие боеприпасы. Весьма ощутимый набор вооружения получит и непосредственно пехота. Сотни новейших ударных и разведывательных дронов, 180 полевых комплексов выявления дронов, комплексы РЭБ и десятки тысяч мобильных средств уничтожения бронетехники. С учетом, опять-таки, наступлений российских оккупантов и, причем, использования в широком количестве, в большом количестве бронетехники, как легкобронированной, так и тяжелой бронетехники, соответственно, поставка немецких гранатометов значительно улучшит возможность вооруженных сил Украины в моменте противодействия бронетанковым соединениям страны-оккупантов. И это не перечислено даже половина немецкого оборонного пакета. Также Украине передают шесть многоцелевых вертолетов «Си-Кинг», сотни автомобилей, тягачей. Словом, арсенал сил обороны пополнится основательно. И, похоже, надежды Кремля на то, что Запад устанет от войны, опять терпят крах. Нидерланды временно развернут в Литве системы противовоздушной обороны «Патриот». Маневры запланированы на лето. Комплексы останутся на территории Балтийской страны на время учений, которые продлятся несколько недель, сообщили в Литовском министерстве обороны. Военные будут отрабатывать слаженность перемещения и использования систем ПВО в максимально сжатые сроки. Развертывание нидерландских систем «Патриот» в нашей стране – отличная новость. Учения такого рода способствуют реализации ротационной модели ПВО НАТО, одобренной на Вильнюсском саммите. Мы благодарим Нидерланды за их постоянный вклад в безопасность Балтийского региона и Литвы в частности. Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности стран Балтии. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. В России после атаки беспилотников полностью прекратил работу один из нефтеперерабатывающих заводов. По данным Reuters, это еще больше усугубит проблемы российского нефтяного сектора. В стране уже остановили мощности по переработке более 4 миллионов тонн сырья. Как в России упало производство бензина после атак на НПЗ, в материале Натальи Гусак. Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии налетов беспилотников, удары которых парализовали работу крупных НПЗ Роснефти и Лукоила. С начала марта в 10 российских регионах произошли атаки беспилотников на 15 нефтеперерабатывающих заводах, общая перерабатывающая мощность которых 192 миллиона тонн нефти в год. 23 марта беспилотники поразили одну из установок Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены из-за атак беспилотников, в том числе в Куйбышеве. И в этом месяце страна увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы возместить возможную нехватку топлива. Россия также запретила экспорт бензина на 6 месяцев, начиная с 1 марта, чтобы попытаться предотвратить резкий рост внутренних цен на топливо, из сообщения информационного агентства Reuters. По данным Reuters, после атаки беспилотника на Куйбышевский НПЗ в Самарской области 23 марта, в результате которой была выведена из строя одна из его установок первичной переработки нефти, рынок в среднемесячном выражении лишился еще около 45 тысяч тонн бензина и 55 тысяч тонн дизельного топлива. По мнению экспертов, Россия сейчас теряет 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день, а аналитики оценивают сокращение мощности российских НПЗ из-за атак беспилотников на 900 тысяч баррелей в день. Еще один прилет. Короче, рост Куйбышевский НПЗ говорит, это уже седьмой. В России остановилось 4 миллиона тонн мощности НПЗ после ударов беспилотника. Только с 17 по 24 марта выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7%, посчитали в Росстате. Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина. За неделю с 4 по 10 марта – 838,9 тысяч тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9% из публикации The Moscow Times. При этом может пройти несколько недель, если не месяцев, прежде чем мощности будут восстановлены, заявляют аналитики. То есть тут вопрос не в том, что восстановить железо, образно говоря. Вопрос в том, что там же необходимо высокотехнологичное оборудование, которое, как правило, было западного производства, потому что в последние десятилетия эти заводы, там были проведены серьезные модернизации, и они как бы стали выпускать топливо экспортного качества. Теперь из-за западных санкций купить новое оборудование для ремонта поврежденного невозможно, а это отразится на возможностях России производить бензин на уровне как минимум 2023 года. Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для одной из турецких авиакомпаний, заподозрив ее в связях с Россией. Самолет совершал рейс из Египта в Москву. Такое решение принято в рамках санкций, введенных ЕС в отношении РФ после вторжения в Украину. Для этой авиакомпании сейчас закрыто все европейское воздушное пространство. Из-за ограничений рейс с россиянами на борту был задержан на 11 часов. В нидерландском Эде освободили заложников и задержали преступника, который их удерживал. Инцидент произошел утром. В городское кафе зашел мужчина и, угрожая ножами, захватил четырех посетителей работников заведения. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Утром он освободил троих заложников, а позже еще одного. А затем полиция его арестовала и сейчас его допрашивают. Обычно в такого рода ситуациях вы пытаетесь достичь приемлемого решения путем переговоров. В этом случае также использовался переговорщик. И в конце концов это сработало. В настоящее время продолжается расследование по поводу взрывчатки. В кафе работает служба по обезвреживанию, потому что там есть сумка, в которой может быть взрывчатка. Надеюсь, в ближайшие часы это прояснится. Ножи там точно были найдены. Франция и Германия усилят антитеррористическое сотрудничество во время летних Олимпийских игр и футбольного чемпионата Европы. Как заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, немецкая полиция будет работать на Олимпиаде в Париже, а французская на Евро в Германии. Как отметила чиновница, безопасность во время крупных спортивных соревнований является приоритетом для обеих стран. Федеральная полиция несет ответственность за железнодорожные вокзалы и аэропорты, за безопасность пребывающих болельщиков. В целом полиция очень хорошо подготовлена ко всем непредвиденным обстоятельствам. После теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле в России фиксируют отток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В связи с тем, что среди 11 задержанных по делу о нападении граждане Таджикистана и Кыргызстана, уже несколько дней представителей этих национальностей подвергают усиленным проверкам на въезде в Россию. Многих из них не выпускают за пределы аэропортов, других депортируют запретом на въезд. Как сообщил глава Национального объединения строителей Антон Глушков, дефицит трудовых ресурсов в экономике России, достигший 5 миллионов человек, может еще больше усилиться из-за оттока трудовых мигрантов. Сейчас в этой сфере не хватает почти половины специалистов. Напомню, что накануне в больнице умер еще один пострадавший при теракте в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Таким образом, количество погибших в результате трагедии увеличилось до 144 человек. Тем временем Кремль продолжает обвинять в случившемся Украину. В следовательном комитете РФ заявили, совершив теракт, обвиняемые якобы направлялись в Киев для получения так называемого вознаграждения. Детальнее о происходящем и реакции мира на беспочвенные обвинения в адрес Украины Лариса Зубенко расскажет. Басманный районный суд Москвы в воскресенье 24 марта спустя два дня после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле избрал меру пресечения обвиняемым. Отправил всех четверых мужчин под арест до 22 мая. Если изначально слушания проводились публично, в присутствии журналистов, позже по просьбе следователей их перевели в закрытый режим. На следующий день, 25 марта, Владимир Путин выступил с заявлением. По его словам, теракт – дело рук радикальных исламистов. Однако не обошлось и без обвинений в сторону Украины. Диктатор связал две версии вместе. Якобы членов террористической организации ИГИЛ спонсировали из Киева. Эта попытка увязать атаку с Украиной, для чего нет никаких доказательств, означает, что теракт используется для оправдания военной кампании против Украины. Думая, что этот месседж больше направлен на население России и сторонников Кремля на Западе – крайне левых, крайне правых и тому подобное. Думая, что в Кремле, видимо, понимают, что люди на Западе, занимающие руководящие должности, а также работающие в медиа, на такое не ведутся. Лукас Веббер, соучредитель информационного ресурса «Милитант Вайер» в интервью изданию «Голос Америки». При этом ряд американских изданий писал о том, что разведки США и Британии предупреждали Москву о готовящихся провокациях. По версии Вашингтона, за организацией теракта может стоять Вилаяд Харасан – афганская ячейка ИГИЛа. Также, как пишут в СМИ, тогда Путин назвал предупреждение об опасности – откровенным шантажом с целью якобы запугать и дестабилизировать общество. Судя по последствиям теракта, Кремль действительно не предпринял никаких мер по усилению безопасности. Теперь используют теракт в собственных интересах, уверены эксперты. Российская кампания по дезинформации раскручена таким образом, чтобы убедить россиян, что Украина каким-то образом причастна к этому смертоносному нападению. Это явное вранье. Путин и его спецслужбы, к сожалению, очень некомпетентны, когда дело доходит до реальной защиты россиян. Думаю, что отвлечение внимания на незаконную войну против Украины и сосредоточенность на ней помешали российским спецслужбам отследить реальную угрозу национальной безопасности России, которую представляет исламское государство Харасан. Оно, как мы видим, осуществило эту ужасную атаку. Джейсон Блазакис, директор Центра по терроризму Миддлберийского института в интервью «Голосу Америки». Зачем они допустили, чтобы это произошло? Есть несколько вариантов. Первое – это, как у них принято, борьба башен для того, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант – они недооценили масштабы произошедшего, думали, что это будет более локально. Хотели бы обвинить в этом Украину, но получилось то, что получилось. В течение недели депутаты Госдумы, чиновники и кремлевские пропагандисты на перегонки пытались убедить граждан России. Теракт якобы организован украинской стороной. Выстроить официальную версию помог Следственный комитет РФ. В четверг, 28 марта, в телеграм-канале ведомства появилось сообщение. Москва упорно продолжает утверждать о якобы связи террористов с Киевом. Однако доказательств этому до сих пор не опубликовали. Нет никаких доказательств того, что Украина была замешана в этом, потому что Украина не была в этом замешана. И я бы сказал, что эти комментарии российских чиновников, в том числе Путина, являются просто пропагандой, призванной оправдать их продолжающуюся агрессию против Украины. Не до конца ясный итог, как террористам удалось устроить пожар на 13 тысячах квадратных метрах. Некоторые очевидцы сообщают, что нападавшие бросали коктейли Молотова, но ни одно из видео этого не подтверждает. Канадские инструкторы провели мастер-класс для украинских военных инженеров. Они научили справляться с хаосом на передовой и эффективно выполнять задачи в условиях ведения боя. Подобные учения для бойцов ВСУ также проводят Великобритания, Польша и Латвия. Важным членом НАТО Болгарию назвал министр обороны страны Тодор Тагарев и отметил, что присоединение Софии к военно-политическому блоку стало для нее важным шагом. Тагарев подчеркнул, что всех членов Альянса объединяют общие ценности, которые разделяет и Украина. Поэтому государства НАТО едины в своей поддержке Киева. НАТО продолжает расширяться и гарантирует безопасность более 1 миллиарда человек из 32 стран-членов, которых объединяют одни и те же ценности – свобода, демократия, верховенство закона. Сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо, потому что готовится сохранить именно эти ценности и защитить каждый дюйм своей территории. Вместе с нашими союзниками мы едины в нашей поддержке Украины.